Процесс, за которым полгода наблюдали все любители футбола, завершился жестким, по мнению октябинцев, решением суда в мае. Напомним, бывший руководитель октябинского футбольного клуба Дмитрий Васильев и начальник облспорта из Кензербек Маханов были задержаны по подозрению в растрате бюджетных средств в сумме 300 миллионов тенге. 8 и 7 лет, соответственно, каждый из них должен был провести в колонии. Но фортуна повернулась лицом. Итогом апелляции стало оправдание подсудимых и изменение реальных сроков наказания. Маханову он сокращен до 3 лет лишения, Васильеву заменен на 7 лет ограничения свободы. Что оправдать могут, то могут. Так же, как директора таксопарка просидел полтора года и вышел, такие деньги урвал. Так и здесь, наверное. Посидит, посидит, заплатишь штраф и отпустят. Он там замешан, нет там, неизвестно же еще. Одного пихать на одного, это как-то не то. Там много людей кто, не один. Просто за него говорить я много не буду, но немного замешан он тоже. Да, здесь, по-моему, все подкуплено. Так же нельзя же. Недавно, которую девушку украли, там 5 лет тому дали. А здесь этот миллион крадет. Это нечестно же. Судей тоже плохо там, работаете или что там. По инстаграму вообще там, вообще комментариев много там. Что говорят? Ну, вот там вообще не это. Неправильно там. Судей работает там. То есть народ за то, чтобы он все-таки сидел? Да, да. Миллиарды там украли, например. А здесь это вообще мелочь там. Их судят. Васильев был освобожден прямо в зале суда. Решением апелляционной инстанции оба подсудимых оправданы в присвоении 240 миллионов тенге, которые предыдущий суд обязал выплатить государству в солидарном порядке. Возвращены эти средства в бюджет или нет, не сообщается. Тем временем в отношении Дмитрия Васильева сохраняется обязательство по возврату 44 миллионов тенге. Ирина Гути, Сергей Калашников, программа «Факт».